Девушки отдыхают Время закончилось Команду под имени мы еще не придумали Вы можете предположить То есть не будете сделать предположение Хорошо, команда нет Команда нет Ваш ответ Как вы думаете, что было на Красной площади в те времена? Если памятник, то какой? Памятник на памятник Что он закрывал, пожалуйста Если памятник по телефону не надо Памятник царя в ряд Ну, скажем так, слова, которые я сейчас озвучил Это слова Васнецова Он говорил, что теперь совершенно изуродован Вид на Покровский собор А также закрыт вид на памятник Пелинопожарский Но несмотря на протесты Это существовало на Красной площади 21 год Есть предположения? У вас нет ответа? Хорошо Команда под названием Пока думаем Пока думаем Пока думаем Мы еще не придумали, пока думаем Хорошо Есть у вас так положение, что это могло быть? Какие годы-то речь? 1909 и 1930 годы Прошу вас Команда Трамвайная остановка Бинго Это были трамвайные пути А в 21 год находились в трамвайной пути А вот здесь, да, памятник не было Один Один То есть если это не в свойство Это один Итак, поехали дальше Президент США Линдон Джонсон Называл эту должность Неоплачиваемым госслужащим Выбранным одним человеком Кого он таким образом называл? Ваша команда Вопрос вам А вы уже готовы? Свою дону Мы же инсидента Отлично Да, это первая леди Неоплачиваемым госслужащим Выбранным одним человеком Итак, вход приходит в команде Мы еще думаем А, пока думаем В Японии Есть специальный банк Клиентами которого Являются строительные фирмы Они делают вклады в начале стройки А когда работа выполнена То забирают эти вклады обратно О каком вкладе идет речь Если это не Центробанк И не деньги Клиент пошел Еще раз В Японии есть специальные банки Клиентами которых Являются строительные фирмы Они делают вклады в начале стройки А когда работа выполнена То забирают эти вещи обратно Ну не это Забирают это обратно О каком вкладе идет речь Если это не Центробанк И не деньги Время прошло Время прошло Вполне Могу сделать подсказки небольшую Как они борются за экологию Не, кстати, больше Есть ли ответ? Пока дуну Команда Леда А, подождите Да, команда Леда А сериалитые банки? Так а что за вкладок? Ну, фактически заложат, что они настроят Дарья Нет, неправильно. Команду еще не придумали. Включили автомобиль. Включил автомобиль? Да. Команду нет. Материалы для строительства лесов? Там очень близко. Заборов вокруг строящихся зданий? Ближе всех оказались, но нет. Можем еще круг сделать? Алло? Еще раз вопрос. В Японии есть специальные банки, клиентами которых являются строительные фирмы. Они делают вклады в начале стройки, а когда работа выполнена, забирают эти вклады и обратно. О каких вкладах идет речь? Что они вкладывают в этот банк? Давайте еще круг тогда. Команду. Есть ли какие-то идеи? Так, это как связано с строительностью? И с экологией, да. И с экологией города, и с экологией. Со страной в целом. Еще что-то крутится. Давайте дальше. Есть ли у вас? Семинарии. Саженцы. Отлично. Саженцы. Это, короче говоря, вклад деревьев. То есть, они выкорчевывают деревья в том участке, где они начинают строить. Соответственно, вклад выдают в банк, а потом эти деревья забирают обратно, для того, чтобы посадить где-то еще. Таким образом, они поддерживают и проводят в стране. Да? Итак. Вход переходит в банк, в команде дядька. В 1939 году в Талине произошло сразу два замечательных события. Сначала эстонские стрелуги привезли в соревновании «Рысенка», которую им подарили за победу. А затем маленькая девочка смогла вывезти из двух яиц, привезенных ее дядей из Австралии, маленьких крокодильчиков. А затем произошло третье событие в Талине. Как говорят? Еще раз. В 1939 году в Талине произошло сразу два замечательных события. Сначала эстонские стрелуги привезли в соревнования «Рысенка», которого им подарили за победу. А затем маленькая девочка смогла вывезти из двух яиц, привезенных ее дядей из Австралии, двух крокодильчиков. А какое третье событие произошло после этих двух? Скорее пошло. Еще раз. Эстонские стрелки. Эстонские стрелки. Эстонские стрелки. Да. Ну, «Рысенка». Рысенка тут, да. А затем девочка смогла вырастить двух крокодильчиков. Ну и, соответственно, после этого произошло третье событие, такое знаменательное для города. Какой иммун, как вы думаете? Так, время прошло. Если еще у нее приходит в ум, в советско-финская война дальше произошла? Нет, это было знаменательное событие, очень хорошее в Италии. Ваше предположение? Мы предполагаем, что открыли зоопарку. Да, отлично. Открыли первые и в Италии зоопарку. Да, пускай. Итак, вопрос приходит к вам. Мой, наверное, один из любимых вопросов, как к лингвисту. Автор «Заводного апельсина» Энтони Бёрджес изобрел вымышленный язык нацат. Кого в Англии называли нацатниками? Браво. Время и прошло. Думаем. Вот. Нацатниками. Еще раз пока повторю. Автор «Заводного апельсина» Энтони Бёрджес изобрел вымышленный язык нацат. Кого в Англии называли нацатниками? Я не читала, я его читала. Но можно предположить, исходя из озвученного поступка. Это, в принципе, даже подсказ. Хорошо. Время – это что, Францов? Есть ли у вас предположение? Кого в Англии называли нацатниками? Создатели искусственные. Нет. Ну, Толкин вообще не расстроился. И вот персонажи у этого автора, они называли именно на этом языке. И вот долгое время в Англии называли нацатниками этих людей. Кого в Англии? Есть ли у вас? Ну, есть две версии. Какие? Ну, давайте одну. Самую, как вы считаете, прям верную. Ну, вообще, если исходить из лингвистического взгляда на нацат, на Шполнича, то могли их так русских называть. Но это немного нелогично. Ну, нет, это в переводе на нацат. Да. Ну, там… Ответ уже был. Ну, это, может, три гранты? Нет. Ваше предположение. Не бойтесь предполагать. Я серьезно говорю, не бойтесь. Ну, если нацат, на десять, то есть, получается, какие-то были подростки. Блин, я даже не знаю, да, какие вам баллы. Потому что, в принципе, вы ответили практически верно. Это были действительно подростки. Я думаю, я вам дам один балл. Да. Это подростки. Почему подростки? На двадцатки. Четырнадцать. Пятнадцать. Пятнадцать. Да. 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 Все верно. Итак, а вход у нас приходит? Нет. Да. В команде нет. Вам приходит вход. В Шотландии есть очень интересная статистика. Почти половина утерянных кошельков возвращает владельцам вместе со всем содержимым. Если в кошельке лежит именно этот. Что же это такое? Фотография младенца. Черт возьми, с ним невозможно играть. Да. Фотография младенца, это правильно. То есть, чаще всего возвращают именно... О, от него кормит ребенка. Забери, я не брал. Итак, команда, мы... А, так, МН. Вам приходит следующий вопрос. На карикатуре Нью-Йоркен была изображена аптека и пять ее посетителей. Именно аптеки. Африканец, араб, индейец, китаец и европеоид. Они приводят продавца в полное замешательство, требуя продать им это. Что же хотят приобрести все эти люди? А, я знаю. Итак. Так, это нам вопрос? Да. А, полминута. Да, да, полминута. Ну так, первое само слово, какое было? Сейчас, секундочку, я повторю. Поехали. Была сложена на карикатуре аптека и пять ее посетителей. Африканец, араб, индейец, китайцы и европеоид. Приводят замешательство аптекаря, требуя продать им именно это. Что же они требуют продать им? Ваши предположения? Ну, какую-то алкашку надо. Это, типа, корейки? Это, типа, корейки? Это, типа, корейки? Это, типа, корейки? Да. Ну, разные национальности. Ну, и они должны что-то такое, что у них каждая по-разному называется. И поэтому он не понимает, как это такое. Тут я даже не знаю, какую подсказку надо. Ну, что-то разное у них, да, я согласен. Так. Ну, вот так. Как че-то ничего не нужно. Нет. Команда Эта. Ну, сейчас, на койте. Нет. В смысле? Так. Аптека пишется, как дранзором. Я знаю, знаю. Но нет, не в этом. Ластырь телесного цвета. Верно. Пластырь телесного цвета. А-а-а-а-а! В 1993 году футболисты сборной Заира провели всю ночь перед игрой против команды из Руанды, окружив поле. Кого таким образом пытались не пустить на это поле? Пустить. То есть они окружили поле и провели всю ночь, окружив поле, не пуская. Кого? Вопрос. Итак, время пошло. Кого они пытались не пустить из команды Руанды? Одна, только одна. Команда сборной Заира провела всю ночь перед игрой против команды из Руанды вокруг поля. Кого они пытались не пустить на это поле? А, это поле. Итак, ваше предложение? Шамана чужого племени? Верно. Шамана племени, что кто-то не смог провести там ритуалы, и команда не смогла пустить. Команда мы еще не придумали. Команда получила свои заслуженные приглашения. На Западе есть фирма, которая специализируется на продаже использованных билетов на различные мероприятия. Назовите основных клиентов этих фирм. Итак, время пошло. На Западе есть фирма, которая специализируется на продаже использованных билетов на различные мероприятия. Назовите основных клиентов этих фирм. Итак, время пошло. Время пошло. Время пошло. Это колесо нет. Говорит на меня. Может я и жены, которые уходили, как сказать, неверно? Да, неверно. Дальше. Вход переходит у нас к маме в нем. Итак, Международный союз лысых. Такой есть. Созданный в 1965 году, насчитывает около 300 человек. Вступающие в союз производят клятву не менять причесок, после чего голову обливают коньяком. А на что они кладут рук во время произнесения клятвы? Время пошло. Какое изнащение что может быть? Ну, я могу, конечно, предполагать. Что они слабили? Это классно. А союз в инспагентной ноты заполняется? Ну, мне кажется, что нет. Стоп. Время вышло. Ваше предположение? Давай. Есть выражение, а музыка будет ярко шла. Отлично. Это правильный ответ. Действительно, в идеальный шаг. В идеальный шаг, возьмёмся вверх и вливает голову каникулами. Так, поехали дальше. Вход приходит в команде «Пока думаем». Вот тут, наверное, достаточно лёгкий, мне кажется. Короче говоря, жители Токио, которые добираются до работы, применяют кассу с табличкой на пул, прикреплённой вантузом на затылке. Вопрос, для чего? Время... А табличка? А табличка на пул? Остановки, да. Да. Команда получает свои три балла. Так, команда «Эхо». Житель Бразилии пошёл в кинотеатр на вечерний сеанс со своим ручным ударом. Сотрудники отказывались его пускать. Однако владелец рептилии заявил, что не нарушает никакого закона, то есть нет закона, который запрещал выходить с животными, и имеет право идти в кинозал со змеёй. Такими ограничениями или каким образом сотрудники бразильского кинотеатра смогли не пустить посетителя сюда в кинозал? Время пошло. Время пошло. Почему? 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 Ну, жизнь. Таким образом, уже двумя ограничениями, уже, ну, бразильскому, сотруднику бразильского кинотеатра удалось, так сказать, не пустить посетителя в кинотеатр. Время, вы что? Ваше предположение? Змеи не могут слышать? Змеи не могут слышать? А что-то? Возрастное ограничение. Сюда мне было 16 лет, и поэтому они не пустили его в кинотеатр. Итак, следующий ход приходит вам. Жители Кёльна пьют лёгкое светлое Кёльш. А соседи Дюсельдорстцы – дентарное Альп. А вот дорогишка солнца между Кёльном и Дюсельдорстом, для Дюсельдорстом. В ресторане есть даже два указателя, упоминающих Кёльш и Альп, что под ними находится. Время прошло. Итак, значит, жители Кёльна пьют лёгкое светлое Кёльш, а соседи Дюсельдорстцы – дентарное Альп. А вот в городишке солнца, который находится между вот этими двумя городами, есть в ресторане два указателя, упоминающих Кёльш и Альп. Что под этими указателями находится? Итак, время закончилось. Ваше предположение? Первый. Под этими указателями находятся женский и мужский туалет. У одного из пользователей Инстаграма есть необычная карта, где видно, какие страны она посетила. Один из комментаторов заявил, что посещать Россию будет очень бомно. В ответе, чем является эта карта. Время прошло. Татуировка Татуировка – это забиваете? – Да. Ну, и Россия, соответственно, находилась, в районе, в ориенном. – Стоп. В 19 веке Джон Маскилайн изобрел особый замок, что сделало возможным появление в Англии именно их. С этим замком связан такой эвфемизм у англичан «потратить пение». Назовите их. Кстати, да, так появилось знаменитое выражение «тенег не пахнет». Что же это было? Поехали. То есть Джон Маскилайн изобрел особый замок, что сделало возможным появление в Англии именно их. С этим замком связанно аналитический эвфемизм «потратить пение». Так появилось полиции «тенег не пахнет». Знаете, «тенег не пахнет» вообще, но если вы еще время появились, то да. Стоп. Время точно? Можешь? Есть идея? Ну, я не знаю, опять же, используя сейчас недавно тему, какие-то замки в туалетах. Ну, а что же появилось, когда в Англии стали распространены? Ну, ладно, сейчас тему туалета, да, все верно. Вот переходит к команде «Эхо». В США болельщики, попав в объектив телекамер, нередко делают именно это. Имя собственное, которое входит в этот флешмоб, совпадает с именем персонажа одного известного мультика. Что же делают эти болельщики? Время? Хорошо. Ну, да. Самое простое, что сразу снимает, это поцелуй. Угу. Нет. То есть это ваш ответ? Да. Он неправильный. Но я дам еще время, потому что у нас еще 30 секунд не прошло. Следующая команда, которая будет отвечать, мы еще не придумаем. У вас еще есть время пока. Подумайте. Вот. Они делают именно это. И появился такой флешмоб с именем, которое, ну, имя собственное, которое входит в название этого флешмоба. И совпадает с именем персонажа из этого известного мультика. Время вышло. Аааа, как оно пришло. Вот. И, соответственно, тоже делают болельщики. Как вы думаете? Ой, нет. Какая нельзя? Какая нельзя? Мы дали неверный ответ. Итак, команду мы еще не придумали. Как вы думаете? Что же это? А вот, кстати, вопрос. Если ход сделать... Ну, то есть, сделается круг по ходам и снова вернется к нам, и мы снова ответим. У нас еще будет три балла и уже... Один. Уже один. Ну, ладно. Вот. Итак, ваш ответ. Как видите? А, что и пять считаете? А, в целом поцелуи. Кис-м. Ну, нет, это неправильно. Нету? Ну, предполагайте, не бойтесь. А когда днешься? Нет. 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 Мы не полагаем, что показывают пятую точку и связано это с Барком Сильевсом. Нет. Ваше положение? Нет. Нет. Вы можете попробовать? Ну, я думаю, что они... Я как-то вижу болельщиков, они просто нукают руками по камерам. Я не знаю, как персонажей в секунде связано. Нет. То есть, я не просил назвать персонажей, то есть, что они делают. Как вы думаете? А-а-а. Взято, по сути, подсказка. Нет, да? Давайте вы. Подписывайтесь. 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 У вас? Назад. Ну? И там же показывается несколько болельщиков камер, да? Ну, болельщики. То есть, ну... Поясним, не буду давать. Окей. Может нет. Ну, давай. Раз, два, три. Как в мультике. Король лев. Симбок. Вот так показывает своё имя. Отлично. Это флешмоб называется симбокэнм. То есть они поднимают либо животное, либо ребенка над головой, и их, типа, какого-то, почему-то, как бы, образовался. Да, там, дальше переходит, там, где мы еще придумали, ваш вопрос следующий. В США на Рождество есть специальная служба, которая отслеживает именно это. Что же это за служба? Да, точнее, что она отслеживает? Поехали. Да. В США на Рождество есть специальная служба, которая отслеживает именно это. Что же именно она отслеживает? Да, и даже есть трансляция этого. Ну, такая небольшая подсказочка, может быть, кому-то поможет. Итак, время вышло. Отслеживают от Санта-Клауса территорию страны. Верно. Они отслеживают перемещение Санта-Клауса, то есть даже ведется специальная консляция, то есть и показывают. Нет, нет, нет. Какая-то, какие космосы. Ну, нет, нет, не надо. Так, команде нет. Пан переходит, Раван переходит. Кода. Так. Прямо-пан. В Лондоне на Парванном Сквере есть статуя Черчилля. На эту статую никогда не заселятся в городе, а почему? Поехали. Время прошло. Ваши предположения? А почему? Поехали. Это статуя Черчилля, на которой никогда не заселятся в городе. Поехали. Время прошло. Ваши предположения. Как вы думаете, почему? А может эта статуя не физическая? То есть на неё нереальность есть? То есть это не статуя лобочного понимания, а какая-нибудь там? Я хотел задать вопрос, но нет. В парламентской паре есть физический памятник, да. Нет, ваш ответ неверный. Давайте тогда передадим вход на камеру. Нет, ваше положение. Блин, ты как пугало! Нет. Я пошутил. Сам пошутил, сам поспешил. Памятник в Чешуле, на котором действительно не сидят за того или чего. Какой-то ливерный, то есть он ливерец. А-а-а! Ну так я попал. Давайте следующий круг. Если есть какие-нибудь идеи, надо... Какие-нибудь птицы охраняем, хищные, вороны... Хорошая эмоция, но нет. Так, как вы думаете? Может быть он очень высокий... Хорошая эмоция. Хорошая эмоция. Вновь и последний. Вон, на них на парламентской эре находится статую Черчилла. Но на эту статую никогда не садятся волок. А почему? Она слишком скучная. Она слишком скучная. Нет. И последний, наверное. Может быть это? Под напряжением? Да. В ней подключен... Сквозь памятник подключен ток и статую находится действительно в полном режиме. А в рекламе стоятся просто ненадолго. Да, и туристы прикасаются тоже ненадолго. Я не могу в какой-то турист. Дальше, по-моему, приходим. Пока думаем. Пока думаем, по-моему, вам приходят. Да, да. Я прошу прощения. Мы пропустили этот момент. Итак. Зачем во Франции проводят операции по вживлению металлических пластин под кожу головы? Время пошло. Во Франции проводят операции по вживлению металлических пластин под кожу головы. Зачем? Время пошло. Как вы думаете? Может быть, это каким-то преступником? Время пошло. Серьезным проводят, чтобы их стало фиксированием и не прошли. Угу. Я и слышу. Я думаю, что это неправильно, но у вас вы говорите. По тему травмы головы, пробитая голова, там вставляется пластинка, чтобы как раз таки не могло его воздействие больше нет. Это вызывает негативные последствия. Да. Можно? Ну блин. Потом не сказать, что они большие пластинки. То есть там небольшие пластинки. Если у вас и нет. Ну что, они хотят через металл-детектор, чтобы продать все эти... Ты проходишь, пищишь. Нет. 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 Ну что? С металл-детектором это не связано. Да. Зачем очень много документов. Еще раз. Значит, Трофранция проводит раз вживление металлических пластин под кожей головы. Зачем? Это именно пластин, которые вы не видите? Да нет. А какого примера этого мира? Да они разного бывают. Насколько я понимаю, они просто разные. Может, для лечения? Угу. Это уже... Скажем так, это упрощает жизнь некоторых людей. Это чудесный маячок-то петец. Это, по-моему, не одна при этом. Кормился бы не забирал даже такие же. Так, они не страшны. Так, вас. Будем еще кого-нибудь делать? Или нет идеи этого? Нет. Нет. Прости, тогда давайте... Ну, может, кому-то легче я сказал, что мы можем сигналы из космоса блокировать? Нет. Желчка из-за этого не заблокировать. Итак, ваше предложение? Ваше предложение? Нет, это что-то очень специфичное. Давай я всем скажу. Ну... Металлическая пластина для того, чтобы управлять не физическими вещами, типа экзоскелет... А, нет. Могу... Если идея. Если идея. Но это упрощает некоторым жизнь чувствительным гораздо быстрее. Нет, нет, нет. Да, значит, у людей чем в голову. Нет. Конечно, пластинка не как-то. То есть, именно просто пластина. Ну и последняя команда. Именно над голову? Да. Ну, под кожей головой. Ну, под кожей головой. Почему туда? Вот. Я пойду. Почему туда? Я готов вам предложить свой ответ. Может, мне интересно, сколько он правильно меня проигнорирует. Слушайте, можно я предположу доймовый финал? Давай. Какой? Это для людей, у которых нет волос на парике, металлическая пластинка вторая? Да. Таким образом крепятся парики, которые на магнитах. Серьезно, что ли? Да. Серьезно? Серьезно. Серьезно. Я хочу ее сложить. Итак. Слушку. Дальше у нас... Вот переходят на антиклер. А? Ну, что? Ну, что? Так. Ну, вот, я не знаю. Это, наверное, довольно сложный вопрос, но я его задам. Специальный агент Хайнц Ферлер, который в СССР работал на нашу просветку, после того, как был разоблачен агентами ГДР, вошел в историю как агент 21. Почему? Агентами ГДР он был разоблачен. Агент кого? Наш советский агент Хайнц Ферлер, ну, русский типичный, русский, работавший на нашу разведку, был заплачен агентами ГДР и вошел в историю как агент 21. Почему? Ну, это, на самом деле, я вам скажу, что это такое достаточно сложный вопрос. Может быть... Да. Я бы дал 4 балла. Ну, это же наша трассия. Ну, у родевочки-то все равно работают. Ну, вообще... И так, время за... Так, сразу еще вопрос, ГДР, на самом деле. Да. Ну, что, зависит ли я на своих профессиях? Давай. Давай. Это был 21-й поигрышу, ты ложный. Нет. Окей. Ну, на самом деле, просто... Нет. Ну, можно предложить. Он был просто одним из двоевых форм. Он был представлен 20-их. Там, скажи, с днями, сказать. Наверное... Наверное, у меня восточная, я наблюдаю. Может, восточная. Да, честно говоря, я даже побоюсь ответить на этот вопрос. От этого зависит. Вряд ли мы шли. Ага. Сейчас просто окажется, что он 21-й раз у меня взбором. Восточная, я могу закупать. По стене веду. Короче, давайте попробуем все-таки предположить. Это вопрос такой уже ближе к концу. Да, но сложный довольно. У меня появилась классная идея. Она абсолютно точно не проявляет. Идея на название не проявляет. Вы на что бы с вами сказали. Человек интернации. Угу. Угу. Ваша идея. У него бы 22-й палец. Очень-очень классно. Нет. 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 Я дам 4-й палец. Да. Это просто потому что он действительно сложный, как мне кажется. Если вы просто предполагаете все, что приходит. и вообще нет. Пожел. 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 Ну то есть весомость этого человека была очень серьезная. И вот, да. Ну, значимость. Значимость. Он 21. Это он как бы один. Он что-то типа отсутывает и по 21 грамм? Угу. Нет. 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 Этот агент на самом деле был группой из 21-го человека. Из команды. Очень близко к ответу на самом деле. Ну, кстати, не плохо. Его потом обвиняли в 21-го чемпионата в ответ. Да, да. Я даю 4 балла вашей команде, потому что это действительно правильный ответ. Он был настолько значим, что как бы из-за него запросили 21 человек в качестве обмена. То есть наши советы отпустили 21 агента DDR взамен на вот этого агента. Дальше. Следующий вопрос. У нас в команде вы еще не придумали, но так как у меня, к сожалению, нет... А? В точечном? В команде нет. Нет. Просто эхо сейчас. Было очень, да, эхо. Вот. У меня должна быть картинка, но я покажу ее на телефоне, если вы не против. Я прошу прощения за такие технические. Во многих городах Европы, во многих городах Европы... Вот. Я сейчас покажу вам. Да. Я прошу прощения. Во многих городах Европы есть заправки с этой эмблемой. Вот. А где находится штаб-квартира этой? Это вообще не... Это кому? Погасло. 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 Да. Как вы думаете, в какой стране находится штаб-квартира этой? Уфтяной? Да. Вы уже готовы? Да. Нет? Ну, какой город? Давайте вот так. Какой город? Какой город? А город надо сказать? Скажи. Ну, по картинке можно попробовать положить. Еще раз. Можно еще видеть страну или еще? Город. Город, в котором он находится? Да. То есть во многих странах Европы находится заправка именно вот этой фигуры. Ну, вот в какой-то городе находится штаб-квартира. Можно ли какая-то сетка у нас с этим? Можно ли посмотреть? Ну, на самом деле, вот это шелфан и этот адвент был правильный. Это QA? Это QA? Ну, QA и A. Да? QA. Понятно? Команды же нет. Да. Один. А-а-а. Вот. Так, а-а-а-а, па-а-а-а. Па-а-а-а-н, па-ан, па-ан, па-ан. А я, ребята, па-ан, 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 я арбуду не хочу, не хочу, не хочу. Ваши? А, теперь вопрос продолжает к вам. Впервые в Старом Свете это выполнил художник Альбрефт Дюрер. Правда, для этого, кроме стандартного набора художников, понадобил зеркла. Да? И пошел. А, ты прохали? Ну и последний вопрос. Сегодня он переходит к команде Аргумен. Может придумаем. Граждане Проглая в соответствии с законом имеют право драться на дуэли, но при одном условии. Какому? Сейчас. Граждане Проглая в соответствии с законом имеют право драться на дуэли, но при одном условии. Какому? Как Вы думаете? Время? 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 В каком условии? Иметь право драться на двое? В каком условии? Время? 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 Единственное условие для этих драк не относить друг другу все Нет Команда мы еще не поднимается Время Какое-то не настоящее оружие которое не может нести в решение Плотка библиальной палки? Нет Ну как бы дуэли могут доходить в вечи и даже до снятия Без оружия и всего Нет Они могут действительно наносить друг другу травму Бывают случаи смерти Ну вот при каком условии Может быть что они должны свое завещание написать в пользу государства Нет Последний круг Давай Оружие должно быть одного типа Нет Приходи, скажем, на перестрелы Команда мы еще не придумали Ваши Ну действительно, скажу Вечи могут быть в случае смерти были Ну вот нужно сначала проверить что есть одно условие А надо проверить Да И вот тогда Вы Учаточки были больны как-нибудь? Близко Нет Близко Потому что Близко к ответу Но нет Но не смерти Они умирали Нет В общем Я думаю Дам ответ Если оба являются домами крови с подходящей друг другу Чтобы в случае поражения одного можно было с помощью крови другого спасти его А потом А потом Ты мне кровный брат Все Ну что-то вроде Итак Сегодня Победительным нашим Викторином является команда Нет Второе место Заняла команда Мы еще не придумали Третье место Пока думали Третье место У нас Для вас есть такие кристаллички Небольшие и небольшие кризисы Так Какого цвета у вас Синий Победитель Стал Стал Третье место Ваши Третье место Победитель Ваши Кризисы День Третье место Спасибо Вам Спасибо Вам Спасибо Спасибо